Сегодня у нас такая планерочка на позитиве, надеюсь, пройдет, да, я хотела рассказать вам о тех впечатлениях, которые я получила, посещая мероприятия, это вообще, если честно, очень здорово, супер путешествовать было. Ну, всегда путешествовать, это классно, согласитесь со мной, а путешествовать с теми людьми, которые думают так же, как и вы, вдвойне лучше, поэтому назвала сегодня такую тему, как путешествуем вместе, потому что одному человеку все-таки не так интересно бывает, когда путешествуешь именно командой большой, да, с теми людьми, которые тебя во всем поддерживают. И так же, как со своими друзьями, со своей семьей можно путешествовать, и с той командой, от которой вместе не только там общаешься, зарабатываешь вместе, и вместе отдыхаешь. Многие ребята, когда вот я собиралась еще путешествовать, да, собралась на море, некоторые там девчонки у меня сразу, подружки пишут, ну, куда ты собралась, у тебя вроде там такая большая семья, маленький ребенок, да, ничего не боишься, короче говоря, вот так. Сразу такие вопросы пишут мне в интернете, в ВКонтакте в основном мы общаемся, а вот мне пишут они. И я на самом деле так подумала, ну, как я так решилась, да, вот с одной стороны вроде так посмотришь и скажешь, ну, ничего себе, столько у тебя решимости. А вот на самом деле здесь ничего такого сложного нет, ребят. Действительно, просто нужно составить план для себя. И я уже давно собиралась на море как-то съездить. Я давно обещаю своему старшему ребенку слоить его на море. Но у нас все как-то не получалось. То он был маленький, то потом у меня работы здесь меня, они куда-вотпуск особо не отпускали. Потом я забеременела, потом ребенок маленький, потом опять забеременела, потом опять ребенок маленький и так далее, и так далее. И получается, что мы постоянно наше путешествие откладываем. И даже тогда, когда я забеременела опять с гором, и мы отложили наше путешествие, я так говорила своему ребенку старшему, ну, извини, опять не получится, опять нужно отложить. И он такой, ну вот, опять на море не поедем. И вот так жалко стало. И, конечно, когда уже родила Егора, решила, все, во что бы то ни стало, на море я поеду. То есть решение приняла. Это было зимой. Я зарегистрировалась в проекте в конце октября. И вот зимой уже, думаю, так, надо же что-то делать, надо как-то уже планировать там лето, да, и все вот эти мероприятия летние, потому что во время летних каникул, когда ребенок старший отдыхает, нужно обязательно, ну, что-нибудь для него интересное сообразить. Так ведь, чтобы его вот детство, оно было больших впечатлений. Но и для нас это, и для взрослых тоже важно. Для детей уж тем более важно было. И увидела в чате предложение, в менеджерском чате, потому что Алена такие вещи к новичкам не бросает. В менеджерском чате увидела информацию о летом море Арифлейн, о том, что организовывают тоже просто одни люди, которые также, как и мы с вами, сотрудники с компанией Арифлейн. Арифлейн, нас всех объединили, создали группу «Летом море Арифлейн», позвали спикеров самых лучших, тех, которые действительно показывают очень хорошие результаты, собрали нас, тех людей, которые хотят у них поучиться, и заодно и отдохнуть. И вот я как раз увидела это предложение, думаю, здорово, как раз наши Алены Ивана Родионовы туда как спикерами пригласили. Это для меня так здорово, думаю, и с ними, во-первых, познакомлюсь, и во-вторых, быть в команде такой вот, да, хорошей, сильной команде, это для меня было очень даже почетно, поэтому, ну, во что бы то ни стало, во что бы то ни стало, я все-таки туда поеду. Созвонилась, не созвонилась, а списалась с организатором, с Александром Бороном, его зовут Александр Боронов. Вот. Списались мы с ним, и все организационные моменты решили. Ну, все, оставалось только ждать, когда наступит конец мая, и мы поедем, такое впечатление было от вот этой неожиданности. Сейчас, когда уже приезжаешь и думаешь, как все-таки здорово все прошло, действительно на высшем уровне, успех только рассказывать и рассказывать, и делиться своими впечатлениями. Классно. Ну, вот, написала вам, какие цели я преследовала от всех мероприятий, мероприятий я посетила Светом море Арифлейм в Крыму, съездила на встречу с командой, 12 июня проходила встреча в Москве, в сервисном центре, и, конечно же, не пропустила такое мероприятие от компании Арифлейм, это они его организовывали, и приняла участие в параде менеджеров. Это было вообще суперкруто, конечно, было очень много эмоций. И какие цели я преследовала от моря? Ну, конечно же, свозить в первую очередь своего ребенка туда, но и все-таки свои какие-то цели у меня были, я не только ради ребенка, я туда еду, я решила совместить сразу несколько целей, да, совместить его в несколько целей. Познакомиться хотела сразу с менеджерами, пообщаться с ними именно в неформальной обстановке. И я не ошиблась, ребят, действительно, когда вот в неформальной обстановке общаешься, я вам скажу по секрету, узнаешь намного больше, чем когда вот ты смотришь там вебинары, которые специально красиво там записаны, да, вот, а именно участвуешь в такой планерочке, ну, не то, что в планерочке, а участвуешь в рабочем процессе, который за кадром остается, понимаете? И вот это здорово, или там какие-то фишки узнаешь, которые, ну, не скажешь на камеру, согласитесь? Вот, поэтому даю вам совет, ребят, всегда, вместе, нет, делиться не буду, всегда вместе, вы о них все равно узнаете, рано или поздно все равно узнаете, если будете вот на мероприятия подобного рода ходить, или просто встретиться со своими партнерами где-нибудь там в кафе, там, позвониться, да, ребят, пойдемте, входим в кафе, и в кафе там пообщаться. Самую малюсенькую, нет, я потом расскажу, я так это, малюсенькие, слушайте, расскажу, ладно, что, какие выводы, например, я сделала, что хочу включить в работу, это, конечно же, я расскажу. А вот на встречу с командой 12 июня, которая проходила, я как-то не планировала ехать, если честно, потому что думала, но все равно мы тут прилетим с Крыма, с моря, устанем, да, и, ну, столько эмоций для ребенка, и для меня все равно тяжело его таскать, я не хотела. И приняла решение все-таки сходить, вот буквально за два дня, то есть вот мы прилетели, нет, еще в Крыму, когда я там была, думаю, все-таки схожу, наверное, я, хочется мне, для двух ребенков, хочется мне все-таки посмотреть на Долженко, посмотреть на лидеров, которые там будут, на Егарлиных, почему бы и нет, тем более я уже познакомилась с Аленой и Иваном Родионовым, мало того, познакомилась, мы с ними подружились там на море, ну, конечно, такая неформальная обстановка, да, мог бы не подружиться. Да, и решила все-таки поехать на встречу с командой в Москве, и не пожалела, ребят, я вам потом вообще тоже расскажу, вообще не пожалела, совершенно другие, серьезно. Одно дело на море, там общаешься, да, с параллельными командами, а другое дело, когда ты общаешься со своей командой, и именно теми лидерами, которые тебя обучают, видишь, их вот, ну, реально там рядом с тобой. Ну, и мега-супер мероприятие, это все-таки мега-форум, когда как раз-таки показывают себя вот эту красивую жизнь, да, совместно с Арифлэем, звезды, эстрады Владимира Полежаев со своей дочерью, и, ну, вообще супер, и сама как-то там ходишь, ну, сэкзотографируешь, и столько людей, столько машин от Арифлэем, столько там автобусы приехали, двигации, столько молодежи, и вообще, ну, просто классно, серьезно. Цели, какие я от Круппы Ситя, ну, преседовала от этого мега-форума, конечно, вот такие все-таки такие грандиозные мероприятия, про которых много говорилось, да, которые сама компания организовала. Принять участие в параде менедеров, хотя я не знала, что я буду принимать участие, я потом у Лены спрашивала, ну, накануне, я говорю, Лена, а я буду там с менеджером, как менеджер выходить? Она говорит, конечно, будешь, здорово, здорово, значит, думаю, надо какое-нибудь красивое платье одеть, чтобы приходить на сцену. И, конечно же, я хотела встретиться с основательными компаниями, на них это посмотреть, жалко, что они сфотографировались, сначала, ну, пожалела, что не решилась там спуститься, они сидели впереди, ну, вот возле сцены. Я сейчас думаю, ладно, не пойду, я смотрю, там с ними все фотографируются, что-то я, короче, как-то это, не пошла к ребенку, на руках спала, поэтому было не особо удобно, ну, я так себя отмазала, так скажем. Ну, можно было сказать, ну, ладно, это будет повод для того, чтобы я еще раз посетила какое-нибудь такое вот грандиозное мероприятие. Ну, и теперь я хотела вам рассказать, так, я там специально, да, пролистнула слайдик, вот. Лица все знакомые ребята, да? Это Алена Родионова, Иван Родионов, Владимир Башко, там вот на него видно, Надежда Санникова, конечно. Вот, так мы общались, видите, смогли зайти там в ресторанчик, в лобби-бар, поесть суши, попить вина, сушить мороженое, или просто там сходить на завтрак в ресторан вместе посидеть, пообщаться. Ну, и были у нас такие больше дружеские отношения, и вот я вот вам хотела, чтобы вы обратили внимание на то, как Родионовы наши дают автографы. Ребят, здорово, да, круто. То есть их очень ценят, на самом деле, и это очень приятно быть с ними в команде. Надежда Санникова, она тоже такая молодец, такая девушка отзывчивая, вот ее что-нибудь, ну, например, спросишь, она сразу, да, там, давай тебе на помощь, кто-то помогает, начинает чуть ли не постелить, там, стелить, да, для ребенка. То есть такая отзывчивая, и сразу чувствуется в ней и лидерские такие вот капиталы. Она лидер очень хорошая, она и тут же работает, тут же и здесь с нами общается, и рекрутирует, то есть несколько дел сразу может сделать, там поздравляет свою команду, участвует в жизни, и в том числе и с нами тоже общается, да. Иногда там открывается, конечно, и полностью с нами. И вот очень такой момент мне понравился, когда такой, дошел момент до того, что надо было рассказать про скайп-собеседование, и Алена говорит, ну, со мной вообще-то профессионал этого дела, Надежда Санникова, она вам сейчас все расскажет, как она проводит скайп-собеседование. Зачем мне это рассказывать, когда есть человек, который более грамотен в этом отношении? Надежда Санникова, без всякой, можно сказать, подготовки, да, встала к микрофону, рассказала здорово. Вот, ребят, есть к чему поучиться, да, и есть к чему стремиться. Я вообще на таких мероприятиях смотрела больше не на ту информацию, которую они нам преподносят, а смотрела больше на то, как они это делают, то есть как они ведут себя на сцене, как отвечают на вопросы, вот этому больше учат, то есть как стать профессиональным бизнес-тренером, как они боятся и как выходить, да, на сцену. И еще заметьте, что Алена и Иван Родионовы, они работают в тандеме, то есть парой. И очень было тоже вот интересно, как за ними наблюдать, так и за Остаповыми. Остаповые тоже в паре работают. И, то есть, одному человеку, я считаю, легче выйти и там что-то просмотреть, да, то есть он все вроде бы рассказал там, но вот Алене и Иван Родионовы, у них идет такой организационный какой-то уже момент. Алена начинает, Иван там продолжает, да, Алена рассказывает, Иван делает какие-то выводы. И вот это видно, ну, это только, наверное, вот таких вот на онлайн, оффлайн-встречах можно это все прочувствовать. Но летом море Арифлейм мне запомнились, конечно же, вот такими вот не только семинарами, но и самое главное было ценно то, что мы все-таки общались неформально. Сейчас вот у меня будут фотографии. А, ну я тут про стикеров хотела еще, давайте по стикерам тогда сначала пройдемся, на которых я сначала, ну, как-то не обращала внимания, да, когда мне говорили, что там будут Владимир Яковлев, Эдуард Васильев, Александр Иватич, Остаповы. Мне эти имена особо, ну, я знала, что они есть, да, но они мне особо ни о чем не говорили. Но когда я их послушала, это было здорово. Я вот реально с каждого стикера, можно сказать, влюбилась просто. Владимир Яковлев, такой вот мужчина, он вроде бы, ну, в нем столько позитива, столько энергии, он до такой степени грамотно организовал работу с молодежью. С молодежью, согласитесь, очень сложно все равно работать, они вот быстро загораются, да, но и быстро задухают. Вот Владимир Яковлев, он сам эту работу построил, прям так, знаете, как начальник, но он тоже все это проходил. И когда он нам рассказывал свои истории, я уж не буду влюбляться в историю, как он начинал, ну, было так смешно, когда такой бандит, да, стоит в каталогах, предлагает там что-то купить. Это вообще, ну, у всех, кто провал, он все рассказывал нам, нам было очень интересно. Но он, конечно, переборол себя, и все-таки очень хороший у него результат именно в продажах, если он работает на продажах. И даже в его структуре те люди, которые приходят, молодежь, в основном, да, она тоже в основном на продажах зарабатывает, то есть продает. По каталогам они работают и хорошие результаты делают. Вот некоторые советы нам дал Владимир Яковлев, я могу чуть-чуть так рассказать. На самом деле я считаю, что пересказывать то, что я там услышала, да, это уже смысла нет, потому что получится как глухой телефон. То есть там была какая-то определенная своя информация, я уже тут ее перефразирую, и у меня совершенно что-то другое получится. Лучше слушать информацию всегда из первых пунктов. Ну, вот некоторые советы я вам фотографировала даже, чтобы показать. То есть Яковлев говорит, что все взаимоотношения можно поделить на собачий метод и кошачий метод работы. Вот собачий, там модель, вот он показал, да, я сфотографирую модель идеального объявления. Что же должно быть в идеальном объявлении? Во-первых, это останавливающий заголовок. То есть люди, когда в интернете что-то там, ну, что-то там, она говорит, ну, вот и вот так вот, что-то там, эти идеалы, и бац, так ваш останавливающий заголовок должен быть, чтобы они обратили внимание именно на ваше предложение в социальных сетях. Конечно же, после останавливающего заголовка должен идти какое-нибудь привлекательное предложение, да, то, что их должно заинтересовать. Ограничение должно быть и обязательно, ребят, призыв к действию. То есть не надо предложение свое оставлять незаконченным. То есть если у вас там есть какое-то предложение, обязательно в конце пишите призыв к действию, чтобы с вами точно же созвонились, или вам оставили свои контакты, чтобы вы могли созвониться, и так далее, и так далее. То есть обязательно призыв к действию, чтобы человек прям взял, захотел это взять и оставить свои контакты. или там вам там написать, да, то есть пишите сразу, пишите сейчас, ну, и такого рода должен быть призыв. Ну и кошачий вот принцип, это если есть с чем гордиться, ребят, ну, это вот так, да, да, я, как у нас кошки сюда ведут, вот, если есть с чем гордиться, хвастаться, обязательно хвастайтесь, обязательно все это показывайте, не надо все это скрывать, а все должно быть открыто, может, кошачий нет. И еще мне очень понравилось, как Владимир Ястребов, да, сказал о том, что как вообще нам не переживать насчет того, что люди от нас постоянно там уходят, чтобы мы сами не разочаровывались, знаете, почему мы разочаровываемся часто? Потому что у нас рекрутинг не есть, потому что у нас людей нет, потому что у нас нет очереди. То есть Владимир Ястребов отдал совет создать очередь вокруг себя из кандидатов. То есть должен быть, ну, такой эффективный рекрутинг, чтобы у вас постоянно были люди. Тогда вы уже не будете обращать внимания на тех, кто уходит. Вот и все. В этом весь секрет. Рекрутинг, ребят, рекрутинг, это я уже от себя говорю, и еще раз рекрутинг. Такой вот у нас спикер, да, я, конечно, у него влюбилась. Вот еще один спикер был, Александр Иванович, он не партнер компании «Арифлейм», он основатель продюсерского центра «Левел Апп». Он дает очень-таки, занимается тем, что обучает тех людей, которые занимаются специальным маркетингом. И его советы, они, в принципе, очень ценны бывают. И я некоторые советы для себя, да, конечно же, записала, и вот хочу вам тоже рассказать, да. Во-первых, как, да, у советы, как сделать хорошее бизнес-предложение. Вот, смотрите, фотография у меня есть. Выбрать целевую аудиторию. То есть, например, смотрите, если вы работаете, ну, вообще работать надо со всеми. Вот сегодня вы решили работать с молодой семьей, да. Вы также, вот, например, молодая семья, и делаете ей предложение, поставите предложение. Обязательно предложение должно быть, должна быть конкретика, то есть сроки, когда это все сделать, что именно вы предлагаете. Вот, например, мы рассматривали такой пример, как молодой семье за два года купить квартиру в Москве. Вот это конкретное предложение, вот это как раз конкретное предложение. Вот именно такие предложения Александре Васечко, да, Александре Васечко и советует как раз делать. Ну, и еще такой момент, это он, конечно же, постоянно говорил, да, что, ну, согласитесь, вы тоже или с ним согласитесь, и я с ним согласна, то когда мы начинаем сопровождать свою команду, у нас маленечко рекрутинг ослабевает, так ведь? То есть мы все уже, ну, там, два, там, отклика у нас, ну, откликов уже мало становится, регистрации еще меньше, потому что мы уже все заняли сопровождением своей команды. И иногда бывает так, что вас так и все люди, которых мы сопровождали, они так взяли и ушли, а новости нет. И вот чтобы этот процесс как-то не прерывался, да, рекрутировать нужно постоянно. И вот он, конечно, давал такие советы, что обязательно смотрите так, чтобы рекрутинг не прерывался. И это можно сделать, если у вас будут сайты. Сайты именно сделаны на целевую аудиторию. Для молодежи там один какой-то сайт, сайт Воронка, да. Если на продукт, то это другой сайт. Для молодой семьи там сайт Воронка, я про сайт Воронка говорю. То есть там должна быть какая-то информация, и чтобы люди оставляли данные. А себе или даже можно какое-то предложение и сразу регистрационную форму, чтобы регистрировать люди. Чтобы у вас регистрация тоже на автомате была. Вот, но такие моменты можно, конечно. Еще мне понравился совет, что Александр Иванович, он давно уже говорил, что когда мы на почту кидаем, да, свое предложение, и вот еще раз на этом семинаре я услышала, часто бывает, что наши предложения не прочитываются, потому что засоряется почта. Вот у меня, например, 100 писем в день приходит. Ну, на самом деле, там, что-то реклама, не только от Арифлейм, еще что-то разное от Арифлейм приходит, от спонсоров и так далее, и так далее. Ну, 100 писем в день, ребят, это не только мне, это же каждому, и даже нашему кандидату, что столько писем приходит. И вот они, конечно, там теряются в этих книгах. И он предлагает брать лучше телефон. Телефон, чтобы именно телефон у нас был, чтобы мы на него могли вот какую-то информацию дать, или хотя бы какое-то короткое предложение. Ну, давайте дальше по спикерам. Эдуард Васильев. Эдуард Васильев. Тоже очень хороший мужчина. Дважды бриллиантовый директор. С ним было приятно общаться. На его семинар было приятно ходить. У него неохота было ходить. Также общались, мы встречались где-то там, опять в ресторанах, да. К сожалению, я ездила с Аленой Родионовой, ну, с нашими ребятами. Они еще ездили с Эдуардом на пляж, на пляже сидели, разговаривали. Потом Родионовы сразу его пригласили к нам, вроде бы в гости, да. Он вроде тоже для нашей команды проводил вебинар. Я что-то там крайне ухо слышала об этом. Ну, то есть мужчина, у которого вот действительно есть чему поучиться, и с ним вот хочется постоянно разговаривать и разговаривать. Он такой позитивный такой человек и очень хороший предприниматель. Супер, что познакомились с ним. И понравилось мне такое выражение. Многие, кстати, мы постоянно, часто встали с таким возражением, как, да ну, вы какая-то подсветка, да. Эдуард Васильев, вот на него посмотришь, и ясно поймешь, семинары платные. Ну, вот Лето, Море, Арифлейм, да, мы со свой счет выделили. Там, получается, когда мы едем туда всей компанией, да, то там, получается, дешевле. Вот. Да, семинары там, ну, тоже такую, маленькую, не особо, так что мы доплатили. То есть, можно было без семинаров поехать, можно без семинаров поехать. Там, в тысячи две мы доплачивали за семинар. Ну, давайте дальше продолжим. Что меня больше всего удивило, да, это когда Эдуард Васильев, он несколько раз заострял свое внимание на том, что, да я, говорит, не психолог, ребят, все, забудьте про эту психологию. Я предприниматель. Я мыслю, как предприниматель. И только. Вот. Ну, то есть, такой вот мужчина хороший. Так, ну, упор делаем на то, что партнеров, там я еще написала, да, что Эдуард Васильевна сказал. Мы даже там играли такие сценки разные, чтобы сами на примере увидели отношения. А как все-таки упор делать на лидерство? И вообще, что есть там несколько категорий, люди, которые постоянно ноют, да, то есть жертва такую себя строят, люди, которые просто наблюдают за всем и принимают по одну сторону, по другую. И ключевые партнеры, которые сразу готовы в тепло 10-10-10-10-10, вот мы такие сценки проигрывали, и потом рассказывали свое отношение к тому, и как должен себя вести лидер, это самое главное. А лидер должен делать упор именно на ключевого партнера, не вуза. На того человека, который должен, хочет подходить в тепло 10-10-10-10-10. А так как я член команды, я такая, ой, сейчас мы встали, то есть он всех так отодвинул, и вот мы все встали и все вместе фотографировались. Быть членом команды Родионовых было очень подсчетно, ребят, даже вот когда, например, садишься куда-нибудь, ну там, кем-нибудь позавтракать или пообедать, и там спрашивают, а вы откуда там, я говорю, вот я в команде Родионовых, и все такие, да ладно. Начинают сразу там спрашивать что-то, как нам работаете, там, и все такое прочее. На самом деле, это было здорово, когда бренд Родионовых, да, он все-таки и на нас вот в глубину отражается, и молодцы все наши лидеры, что сумели сделать результат, и между прочим, именно за результат, не за красоту, не за что-то другое, а именно за то, что они сделали такие большие результаты. И вот Астаповы, о них, наверное, многие знают, да, слышали, это был ингредиент, которые грамотно все рассказывали, тоже очень хорошо держались на, вообще сделали на сцене, хорошо это все рассказывают, все понятно, разложили нам все по полочкам, все прям по клеточкам, все питание. И знаете, какие советы дают Астаповы? То есть они же все это профессионально изучают, профессионально изучают действия наших wellness продуктов на наш организм. Они сами строят, они именно проводят wellness тренинги, да, и семинары по wellness, то есть профессионально подходят к этому всему. И вот смотрите, если на них посмотреть, да, они такие молодые, у них такая кожа, если честно, когда они зашли, как сразу на этих глазах, вот, на них, они вот реально так похожи на пампиров, что ли. Когда вы молодые, когда вы молодые, а мозг, опыт, у них очень такой, как сказать, разве что-то, они вот такой степень, вот это все знают. Мне Иванович вот рассказал, как они продукты там в магазине выбирают, очень тщательно просматривают все компоненты, да, что можно, если нельзя. То есть всякую ерунду они не пустят, и нам тоже не пустят. И вот дали такие советы, что витамины, конечно, витаминами, ребят, но наши коктейли, они должны быть обязательно в нашем рационе. И коктейли желательно не с молоком, а с водой. То есть с молоком можно применять сначала, а потом уже обязательно трусводить на воду. С водой он, то есть коктейль будет намного эффективнее. Так, ну давайте быстренько продолжим, у меня там уже ребенок проснулся. Вот наши спикеры, познакомилась еще с Юлией Теплоуховой, с нашей командой. Она тоже приходила на вебинары. Владимир Башко тоже был, это человек тоже из нашей команды, кто его не знает. Он вообще-то у нас все вебинары записывает, да, на канал YouTube выкладывает свой канал. Мы постоянно, часто смотрим на него запись. Его очень ценят наши долженко за работу, которую он делает. Ну, плюс он также свою структуру развивает, несмотря на то, что он инвалид. Все равно мы его очень ценим. Вообще таких людей надо ценить вдвойне, да, которые, у которых и так вроде бы не все хорошо. И они не строят, не ставят там преград каких-то. И идут, несмотря ни на что, но все равно остаются в проекте, не бросают никого. И с нами вот продолжают общаться. Юлия Теплоухова, такая тоже миленькая девочка, познакомились. Здорово было вот именно не только в чатах там переписываться, но и в любви человека. Ну и вот самое ценное о том, что я говорила, это все-таки неформальное общение. Видите, как мы собирались там вокруг стола, потом в лобби-баре. Все могли там за чашечкой чая или каком-нибудь коктейле, или с бокалом вина посидеть и кое-что обсудить, да, на какие-то моменты. Вот один вопрос такой прозвучал. Был задан к Алене и Ивану Родионову. Минуточку, ладно, я этот ребенка возьму, а то он уже, это, у меня капризничает там. Вот, извиняемся, помощник мой пришел. Теперь мы будем проводить планерочку вместе, да, вместе ездили, путешествовали, теперь вместе и отчет составили. Сейчас вот так, чтобы его тоже было видно. Вот, мой самый главный помощник. Алене и Ивану Родионову задали вопрос. Скажите, как вы удерживаете своих партнеров? Почему они от вас не уходят? Их спросили. Знаете, что они ответили? Они говорят, никак. Я говорю, наверное, к нам должны вопрос задать. И вот как раз спрашиваю, ну ладно, скажите, да, почему вы не уходите от Ивана и Алены Родионов? Я так подумала, ну почему я от них не ухожу? Ну потому что, наверное, сначала, изначально я сама увидела здесь перспективу именно для себя, а не для того, чтобы именно с Иваном и Аленой Родионовым работать, да, я их раньше вообще не знала. Это теперь я их узнала, и теперь я горжусь тем, что я действительно в команде продвижения, что у нас такая суперская, классная команда, от того, что какой там спонсор, это даже и вообще, кто там, это изначально никакой роли не играет. Это уже сейчас, когда я уже понимаю, что мне повезло с командой, повезло и со своим спонсором, тоже повезло столетие, и поэтому смысла нет. Я вообще не понимаю, когда люди, один спонсор не нравится, они будут к другому спонсору, или одна команда не нравится, они пошли к другому спонсору. Здесь идет, здесь должны смотреть люди именно сами на себя, да, от себя же зависит результат, а не от спонсора. Спонсору что, дайте информацию, а свое дело, брать действие, это все зависит только от нас, сами, от себя. Поэтому берем и действуем сами, а не с модным, когда там за вас команда, что-то сделать. Ну и последнее такое мероприятие для нас было сделано, это дискотека. Ребята представляют, это здорово. Столько лет вообще не ходила на дискотеку. На пляже нас собрали, там есть ресторан на третьем этаже. На третьем этаже. И мы там танцевали, музыка громкая. У меня ребенку, Егору было все ни по чем. Мы ему соорудили быстренько кроватку, положили его, и он там спал. А мы, видите, танцевали. Никита, он у меня там зажигает. Вообще было просто классно, классно пообщаться, проводить время. Конечно, пять дней было мало, ребят. Люди не хотели оттуда уезжать. Мы уж тем более. Но меня грело то ощущение, что мы еще оставались. Мы не насыщились в море, мы ничем. Завтра я то на семинары ходила, то там вообще осталось мало времени загулять. И мы, естественно, остались. Остались и дальше продолжали отдыхать, загорать и купаться. Вот это вся наша группа, компания. Впереди стикеры. Я стрелочкой красной отметила себя. Я там в конце где-то стою. Меня совсем не видно. Больше так фотографироваться не буду. Лучше буду вставать вперед. Познакомиться очень с хорошими ребятами. Тоже такие позитивные. И теперь, когда мне там говорят, что там вы какая-то там сделка, да, у меня вот, ну, реально такое ощущение, что ну, человек просто понимает, он не знает ни нас, и вообще никого и ничего не знает. Броня насчет этого возражения у меня точно есть. Ну и Москва. Это, ребят, это вообще, еще раз, может быть, повторюсь, да, но одно дело, это когда ты с параллельными командами общаешься, а другое дело, это когда ты встречаешься со всей своей большой там командой, теми людьми, которых ты видел на вагонаре, представляете, такое же ощущение, что ты вот смотрел фильм, который тебе нравится, да, и раз так приехал, ну, куда-то там, навстречу, и смотришь, и там все герои этого фильма вокруг тебя, и ты смотришь, о, это этот, о, это этот. Вот такое вот ощущение у меня было. Сюда повернешься, тут Юлия Черепанова, здесь Гигармина, Вероника, Гигармин не приходит, о, Филимонов Артем выступает там, ну, Алена и Ивана я уже знала. Я вот поехала, между прочим, думаю, ну, я же уже подружилась, с Надеждой Станиковой, с Родионовыми подружилась, думаю, поеду сюда, будет уже с кем пообщаться, а хотя раньше не хотела. И я уже потом поняла, что правильно сделала, что поеду. Тут Юлия Гигармин грыдет, я думаю, о, здорово, сейчас мне сфотографировать, если не маленько, пообщались, там пару слов перекинулись, она спросила, откуда ты? Я говорю, вот, Сатарстана. Она говорит, ничего себе, так, ну, далеко все-таки, приехала, да, в Москву. Я говорю, ну да, мы, говорю, в Крыму, мы едем, и вот поехали сюда, в Крымск, и решилась приехать. С Антоном Долженко, он как раз рассказывал про лидерство, если вы посмотрели, он рассказывал, что там есть люди, которые сами решают проблемы, а есть люди, которые их создают, да? И вот, когда я подошла с ним фотографироваться, он говорит, ну, ты, наверное, из тех людей, которые решаешь проблемы. Я говорю, ну да, я как-то стараюсь, стараюсь все эти проблемы решить. Держи. Дмитрий Гармин, такой высокий мужчина, я вообще думала, он, ну, такой маленький, он оказывается такой мощный, представительный вообще, здорово. На самом деле камера, она маленечко, искажает вид человека. Вот, когда вживую видишь, да, людей, это сотрудник. Так, встретились там с нашими диктонками, вот они. Сначала смотришь, да, и думаешь, так, где я тебе видео, да, кто ты, кто ты? Я говорю, Столька Скороходова там. Ну, сразу, она меня, наверное, сама узнала, подошла, я такая, о, привет. А вот Диану сначала не узнала. Только подумала, что это Ольгины девочки, с Ольгиной командой, а потом смотрю, да, это же Диана. Диана, ты она? Она говорит, я. Я говорю, привет. Мы познакомились. Диана такая спортивная, оказывается, девчонка. Я думала, она тоже там маленькая курточка, такая у меня черная. Она оказывается такая девчонка, спортивная, высокая, большая. Ну, вообще, ну, на самом деле, нужно встречаться с теми, так что давайте почаще куда-нибудь выезжать. Алена и Иван Родионовы что-то тоже хотят сообразить насчет каких-то вот таких встреч, возможно, на море, да, чтобы мы вот с командой, если у кого есть возможности, чтобы поехали именно с командой, чтобы отдыхали. Так будет намного лучше. А они, вот я вот вообще поразилась тем, что то, что они задумали, они баз-баз и сразу как-то это все делают. То есть даже стараются не откладывать. А потом стараются все свои планы реализовать сразу. Не плицать, а всегда. Я вот иногда так думаю, ну, может, потом, там, ну, может, потом созвониться там со своим партнерам, да. Вот они баз-баз раз взяли и... Раз что-то организовать, они взяли и где организовать. То есть вообще без проблем. Вот наша команда. Нас тут, заметьте, намного больше, чем было на лету на Реалитвы, да. То есть наша команда очень большая. Это еще те, кто только те, которые приехали в Москву. А многие-то еще и не приехали. То есть можно подумать насчет масштаба. И мега-форум. Интернет-приятие, да, где уже сейчас ты чувствуешь себя совсем на другом уровне. Уже чувствуешь вот эти вот космические, звезды, там, и так далее. Когда есть, ну, есть на что посмотреть, посмотреть на истории, на кого посмотреть, фотографироваться, себя показать, да, почувствовать вот эту жизнь, ну, так, совершенно другую. Не как вот сидишь зачуханная, хозяйством занимаешься, и с детьми, да, то пропылесосить, то погладить, и так далее. Ну, согласитесь, вот если сравнивать три моих декрета, то получается вот этот вот третий декрет, благодаря тому, что я в проекте, и благодаря тому, что я сотрудник из компании «Уфлэйн», моя жизнь, она действительно наполнилась просто большими вот такими вот эмоциями, впечатлениями, и такой вот интересной жизнью. Поэтому я всем советую. Советую прийти, меняйте, кто не с нами еще. И давайте вместе зарабатываем. Девчонки, вот мы тут собираемся уже на золотую конференцию, да, я говорю, девчонки давайте обязательно сфотографируемся, чтобы обитательно на, ну, туда поехать. Выложила и Диану, смотрю, девчонки, и сразу, давайте ее расписываемся, с Надеждой там видели. Ну, Ивана тоже видела, мы с ним встретились. А так там очень много людей, ну, 6,5 где-то человек. Это вообще, там легко было бы теряться. И, так вот иногда, видишь там своих, о, здравствуйте, о, привет. Вот так вот, включаясь, быстро ни с кого не выловишь, сразу, давайте, вот, иван говорит, видели меня там на сцене, как я выходила, но, к сожалению, не засняли, потому что, я с Трёмкой с тобой брала, она с Игором сидела, пока я на сцену выходила. Все остальное время, конечно, Игором мне уже не дал. Не дал уже спокойно провести, ну, оторваться, скажем так. Ну, все, ребят, уже практически на час получилась планерочка, давайте подведем итоги, пора закругляться. И вот, что я для тебя потихнула, и что хотел бы, как-то, внести, да, в работе. Нужно чаще посещать подобные встречи, но не обязательно там платные, да, я сейчас вот не призываю там, что-то куда-то обязательно обратить на, именно, на одно какое-то мероприятие, нет, просто же можно там, чай-котый попить с теми деми, с которыми вы вместе работаете. Если в своем регионе рекрутируете, у вас команда в своем городе, то обязательно приглашайте на чашку чая, в кафе, ходите, я вот тоже так буду делать. Ну, я и до этого как-то пыталась, да, в смысле, люди особо так стесняются, не особо хотят. Еще такой вопрос, когда задали на Лето-Море Айрфлейн про офис. Если у вас офис в наших профилях Родионовых, они говорят, нет, у нас нет офиса, все такие, да ладно, он говорит, да, а куда, говорит, вы людей приглашаете, они говорят, он говорит, в онлайн режиме работаем в основном. Если нам надо вот прям так встретиться, мы можем приглашать на чашечку копия, вот куда-нибудь в кафе, или к тебе домой приглашаем. Тут как-то без проблем. Но обязательно слушайте только тех людей, которые профессионально смогут ответить на вопросы, а не каких-то динаментов. Лучше с профессионалами общаться. Мы же с вами зубы лечим на стоматолога. Так вот, про бизнес мы должны спрашивать только всех, кто в этом разобрался, кто сделал какие-то результаты. наших лидеров в сцене только за результаты. Не потому, что они там красивые и приятно держатся на сцене, а только за их результаты. За то, что они действительно показали, что все это возможно и все это реально. И они сделали, и лидеры приглашают, и их очень ценят, и даже приятно нам, что мы в их команде, потому что на нас это очень отражает. Когда говорят, что я там команда говорила, да, что ты здорово, здорово, дёте мне, что ты сразу звезда, я звезда. Ну, а среди нашего окружения, среди команды продвижения, да, конечно, очень ценят и наших директоров Елена и Анатолия Гейко. Потому что когда идешь знакомиться, они же меня не знают люди, то есть мое лицо еще не промелькалось, но вот поэтому когда я там говорю, здравствуйте, я Ольга Соколова из команды Елены Гейко, и ты такие, а, да, и сразу меня тоже так смотрят, а, да, короче, все, родная, родная, потому что Елена Гейко, она тоже молодец, она она вот мой пример, я скорее всего не сдаюсь только потому что смотрю на нее, все, да, то есть если уж она тоже мамочка такая же, как и я в декрессе сделала результат, значит, это возможно, значит, не надо себя там жалеть, а все-таки действовать, делать эти результаты, а тех, у кого нет вообще этих преград, ребят, не нойте, делаем, работаем и зарабатываем. И что же предлагаю ввести в работу? Ну, попить чашечку чая, да, иногда все-таки приглашайте своих посморцев. Я смотрю, вот, в Казани, мы выходили на мегафоруме именно со своими регионами, да, вот у меня регион, в Казанске, и я одна была из своей команды в продвижении, хотя у нас в региональном части людей много, но, скорее всего, другие не приехали. И поэтому я как-то, у меня такая мысль, надо срочно, ребят, рекрутировать у нас в Татарстане. Давайте мы берем команду, у нас оказывается здесь еще поле непаханное, это если Барнаул там есть подписан уже, все Арифлэм занимаются, что в Татарстане людей очень много, которые как раз могут послужить нашими партнерами. Давайте развивать наш регион. Я еще к Антарстане тоже об этом говорила, я говорю, что-то вот на БМВ даже у нас не особо интересно ходить, на большие манистационные встречи, потому что людей мало. Она говорит, мы, говорит, хотим, чтобы в каждом регионе у нас было очень много партнеров, наших представителей. Я говорю, я тоже бы хотела. так, поэтому надо развивать свой регион. На 90 человек один как раз. Ну, а у нас, наверное, побольше. Телефоны и созвоны, ребята, это уже, если вы смотрели запись встречи, да, легарные нахерные и все-таки позваниваются своими партнерами и как-то это вносим в свою работу, потому что результат очень хороший. Ну, сайт Воронку, я предлагаю, у кого есть сайт Воронки, добавить, чтобы люди указывали все-таки свой номер телефона, не только свою почту, но и номер телефона, чтобы хотя бы можно было с Яндекс-почты отправлять свои бизнес-предложения и на номер телефона, чтобы уходил человеку смс-ка о том, что пришло письмо в вашем и он мог однократно. Мне кажется, так будет намного интереснее. Ухаживать за собой, ребят, потому что мы все-таки представители компании, и мы все компании, и, естественно, компания, она хочет, чтобы мы выглядели хорошо, и были красивыми, успешными, здоровыми, вся наша семья, поэтому правильно питаемся, как говорят Остаповы, обязательно пьем коктейли, даже лучше, чем польф, чем витамин пьем, и, естественно, полностью должен быть в том, что уход. Упорная лидерство должен быть об этом говорили и как Василий и как Антон Долженко все-таки работаем с теми, кто начал делать результаты не завтра, а не на сегодня. И, конечно, этот ресурсинг, чтобы наполнять свою команду постоянно, да, это как кольцо, пока туда не дополняешь дровишки, он начинает засухать. Вот, постоянно консультируем, консультирует даже у нас и Владимир Полежаев. На каждом уровне есть очень сложно быть эффективным. Это, как говорится, да, таблетка от всех болезней в нашем деле. Ну, и, конечно же, делаем сейчас, ребят, упор в Анталию. Нам надо быстренько расти, успеть до первого каталога 2016 года вырастить вас менеджер 15% людей сделать квалифицированных рекрутов, выполнить план по товарообороту и по рекрутам тоже. Рассказать про 300 контактов, знаешь, Олесь, если честно, я не могу рассказать про 300 контактов, потому что я многие моменты пропускала. Пропускала именно потому что выходила, да, с ребенком. Я больше кайфовала от общения, именно от знакомства. А то, что такие результаты, да, конечно, результаты контактов они приносят, это все можно посмотреть в записи. Это было на встрече с командой, да, Ольга Скороходова рассказывала, она, я видела ее планерку, она тоже об этом говорила, что очень хороший результат, это все принесло. Нам бы тоже, конечно, 300 контактов прописать, и то, что прописано, соответственно, обязательно сбудется, обязательно люди там придут к нам, прописываем, работаем, обязательно работаем с контактами, не исключаем. Зачем их оставлять, да, зачем искать других людей, когда у вас теплые контакты нуждаются дополнить, ну, вообще автокозность. Ну, наверное, все. Давайте закругляемся. Что еще вам рассказать? Давайте будем и дальше путешествовать в Ницю. Вообще ощущения это здорово. Это не вебинар. Мне кажется, за вот этот месяц, который я про путешествую, больше узнала, чем за тот период, когда я включилась в онлайн-режиме. Я не говорю, что все, мы онлайн-режимы включаем, не все вот азы, они все равно вот эти видеоинструкции, которые я пишу, они очень нам нужны, да, потому что учить, повторить, учить, повторить, но все-таки вот такие встречи, они хотя бы раз в год, но должны быть у нас. Все, всем пока, тогда я прощаюсь с вами. Пока-пока. Очень по-вам соскучилось, может быть, очень по-работе соскучилось, и по-дому своему соскучилось. Все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,